йоу друзья мы черепашки ниндзя лиля примеряется всем привет это с вами макс травор и лиля вы на канале путешествий не только сегодня у нас большой trip мы решили прокатиться на мотике в сторону минска это все же буквально 200 километров но туда обратно это будет 400 а еще может быть и по минску потому что мы будем сегодня делать выбор автомобиля донора для постройки автодома точнее мы едем смотреть и веку 35 10 2003 года если нам она понравится то мы и купим если не понравится что пойдем еще посмотрим пару вариантов вообще это уже мера второе видео обзор автодомов а может быть это отдельное будет видео в общем будет супер круто супер интересно не забываем включать vpn и смотреть мои видео также ставить лайк подписаться и писать комментарии ну и не забыть колокольчик но сейчас мы на мотике гоним в минск выбор автомобиля погнали йоу ну и конечно же мы поедем вот на этом красавция suzuki westrom 1000 2014 года кстати он продается 8000 долларов я хочу с великолепной историей в очень хорошем состоянии обслужены со многим всяким тюнингом поэтому если кому интересно пишите мне в личку не успели отъехать так уже сразу холодно одевайте меня уже отделе в дождевичок время на пепетину опять же не лазит время в зале werden сама за раз ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, мы в Минске, и сейчас мы будем смотреть, что ИВЕКУ. Вот этот аппаратик. Еще один вариант, это ИВЕКО ДЕЛИ. Мне, в принципе, очень понравилось, я только что на ней прокатился. Салон просто бомбический. Мне так нравится эта панель, прям как у фуры. Очень удобное переключение передачи. Можно сделать, в принципе, вот это поворотное сидение, убрав перегородки. Будет все здорово. Ну, панель вообще классная. Ну, а по салону здесь есть вопросы. Высота позволяет, но длина и ширина, конечно, желают лучшего. Ну, я думаю, если поставить проставки, я могу здесь сделать стул, здесь сделать туалет и метр сорок кровать. И будет отлично. Здесь можно вставить такую выпуклость. И получится, что в этом месте будет как раз место для сна. Так как я метр восемьдесят, чтобы было комфортно. Чем мне нравится, что она такая подвышенная, высокая. Это, конечно, круто. Вот вам такой вариант. Ну что, вроде вот он. Ну, там впереди трещина бывает. И вот на раме, когда перегружают, потому что рама сама по себе, она является такой же, что на тяжелых, что и на легких. Ну, что можно сказать? Машина гнилая. Там, вот смотрите, какие фотографии. Ивека считается достаточно надежным автомобилем для работы. И поэтому я и рассматривал его как донор для автодома. Хороший мотор, но есть слабые места. Это, естественно, коррозия и перегруз этой машины. Когда, к сожалению, за коррозией перегруза лопается рама. На этот счет надо очень внимательно смотреть. Провалился или проваливается, проваливается, наверное, кузов на раму или в раму. Короче, надо укреплять раму. Надо заднюю часть переваривать. Там достаточно большой кусок работы. Да, его можно сделать, в принципе, и самому. Какие-то работы, а какие-то не получится сделать самому. Надо будет привлекать еще специалистов. Нормально сделать. Стоит около 1000 долларов. Так, тяп-ляп, можно сделать вот долларов 500. Минимум неделя-две работы. Опять же, еще ждать очереди пока, чтобы кто-то тебя взял. Ну и, может, подводные еще камни. В общем, будем искать. Я что-то не готов. Не знаю даже, за сколько я готов ее забрать. Непонятно. Ну что, еще один представитель. Фиат Дуката. Молдинги ушли. Тут что-то уже варили или уже все. Пороги надо делать. У него еще и передача выскочила. Кстати, у них эта слабая часть. Вот, дверь прогнила. Ну, самое главное, это, конечно же, вин номера и стаканы. Машины эти расползаются. Капот, 2002 год. К слову, 4800 хочет на старте. Вот такое решение. Все уже переварено. Смотрите, как лопнуло что-то уже. Кузов уже весь вареный. Да, красота. Почему так? Лиля, ваше мнение? Ну что, выглядит полным, полным. Даже не хочу произносить это слово. Ну как так? За какие деньги? Такое... Я не знаю сам. 2002 год. Ну и что он с ним делал? Ну или они? Ну просто это рабочая машина. Она просто гниет. Ну все, значит она не наша. Надо производителям, которые это делали, плевать и говорить, как вы такому же могли произвести. Ладно, едем смотреть еще варианты. Вот этот у нас, друзья, Т4. Дубль кабина. Ну здесь рама. П-образная, кстати. Замовилина. Здесь уже что-то подваривали, когда-то делали. Опа. Здесь задняя часть варилась. Здесь, кстати, очень столько, много места. Можно баки прятать прямо с-под воды, под еще что-нибудь. Но здесь варить надо. Мне, честно, больше они импонируют. Т4. Чем вот и все, что я смотрю. И жилую их строить могут. Во-первых, как новые. Модуль снял. Можно и подозаработать. И поработать. Не знаю. Посмотрим, что здесь. Ну, здесь вот надо варить. Тоже немножко. Ну, он опять же, рамник. Или подрамник. Но здесь тоже выгнуто. 5-600, друзья. Делал шестой год. 1,9 ЭДИ. Ну как? Не знаю. Ну, зато эту машину точно всегда можно продать. Она, сука, хрен сломается. И жилой модуль. Это круто. Поставил, снял. И отлично. Как мне кажется. Не знаю, насколько это правильно. Можно, кстати, даже вот эту часть. Ее убрать и опустить ниже. Сделать арки в жилом модуле. И она будет еще ниже стоять. Тут маленькая ступенька вытащила и залез. А так, конечно, представьте, в жилой модуль. Те надо ступеньки. Раз, два, три. Зашел. А так можешь положить кузов. Сделать кузов другой. Площадку с арками. И все. И, пожалуйста, у тебя жилой модуль. Ну, вот такое брать надо. И не знаю, ну, блин, ну, за три тысячи от силы. Но когда они по пять-шесть стоят. Не знаю. Почему люди так считают, что они стоят этих денег. И не стоят этих денег. Сейчас заехал заодно в мастерскую. Узнал, сколько стоят моторы. Вот импонирует мне все же ты четвертый. Вот надо его и брать. Бортовой. Смотрите, какую штуку. Приобрел. Это спойлер. Для увеличения скорости прижимной функции. В общем, сейчас как полечу. Да нет. Шучу. Друзья попросили. От Мазды. Мордочка. Хочется людям всем сказать, которые давно уехали. И думают, что все здесь плохо. Вот нравится мне сервис. Вот реально сейчас такой уровень стал. Кофейку. Ходдок. Чисто. Аккуратно. Безопасно. Молодцы. Что Белоруссия, что Россия. По этим посмотрим, как в Казахстане. В Узбекистане, так же в Кистане. Знаю, что Европа точно небезопасная. Жаль, моря нету. Следующий аппарат. Это у нас LT35 2000 года. Мне нравится такая машина. Потому что она достаточно так же надежная. Я уже ранее показывал. Ее минус в том, что она не такая широкая. Как, например, тот же Fiat Ducato. Но, в принципе, если расширить. Как я и показывал, в принципе, и на Ивеке. То может быть. Смотрю все возможные варианты. И вам показываю, на что надо обращать внимание. Конечно же, состояние кузова. Сколько надо будет инвестировать деньги. Надо уже будет подсчитывать. Но самое важное, это лонжероны. Потому что здесь уже рамы нет. И корпус является самой рамой. Поэтому, насколько они прогнившие. Насколько там беда. Как крепится, можно сказать, подрамник. То есть, элемент, который держит двигатель. И приключен к раме. Очень важно там бывает. Тоже проваливается ВИН-номер. Потому что мы собираемся переезжать в другие страны. В общем, внешний вид и подсчет. Сколько же надо еще инвестировать. Так, вот такой салон. К слову, 700 тысяч пробега. Сиденья, кстати, такие хорошие. Вот что мне в Элтехе нравится. То, что она проворная. Турбинка. Турбинка. Едет. Главный вопрос, хватит ли здесь на место. 3,2 метра длина. Ширина. На сужение. Надо расширять. Расширять, где окна. Ширина, к сожалению, Элте. Всего лишь 1,70 метра. Это маловато. Для комфортного сна, конечно, надо 1,90 метра, 1,85 метра минимум. Следующий экземпляр, который я нашел по рекламке. Еще один экземпляр. Посмотрим. А, здесь дырочка. Где-то она есть, все равно дырочка. Это уже надо варить. Как я устал. Только новый автомобиль можно покупать. В итоге. Скажу так, что предыдущий Volkswagen белый был еще не ремонтный, поэтому получше он в состоянии. Этот уже ушатан еще хуже и больше. Может, надо ехать все-таки Т4 смотреть. Уже устал. Вот, честно, столько гнилья. Но вопрос есть. Либо хороший мотор, либо хороший кузов. Одно, или точнее, два в одном не бывает. На них еще ездят, их не продают. И более свежие. Тоже проблемные. Вот хватит ли мне такого размера? Вот это главный вопрос. Наша неудачная поездка. Ну, как кому? Лили была удачная поездка. Не было удачной. Все сделал, что хотел. Самое интересное, друзьям всякие покупки сделал. Себе ничего не сделал. Только прокатился на мотике. Ну, на мотике прокатился же. Сало поеду. Сало. Вкусно. В общем, Белорусское сало. Бусы не нашли. Сейчас даже непонятно, что брать и как строить. Это вот ужасно. Пишите предложение. Дом, эти тысячи идеальные машины. Ну да. Идеальный автодом. В общем, ладно, друзья. Вкусно кушаем и едем домой. Идеальный автодом. Друзья, конечно, я хотел бы обрисовать ситуацию. Значит, в нынешних реалитиях YouTube перестал платить деньги за контент. И без вашей уже поддержки это на самом деле очень сложно. Под видео есть ссылочки на различные донейшн. В связи с этим я теперь не могу рассмотреть и рисковать то, что вот контент, он зайдет. Да, он может зайдет. Я хочу продолжать путешествовать, но теперь у меня есть определенные цели, которые надо идти и достигать. И я понимаю, что мой бюджет на данный момент все же 5000 долларов. Это уже как бы хотелось бы купить машину, ее подготовить и начать строительство автодома. Примерно еще 1000 долларов надо за то, чтобы хотя бы хоть как-то маломальски сделать из машины автодом. Это небольшие средства, но мы будем влазить, потому что уже все, бюджета нет. Мотоцикл пока что еще не продается. Если продаст, конечно, будет немножко проще. Поэтому, друзья, то, что есть на рынке, то и смотрим. Ну, если я не могу больше и дороже взять машину, потому что наша идея и наш план купить машину, подготовить, построить дом на колесах, поехать в Европу, пытаться податься на американскую визу, а на это тоже нужно средство, то есть на само путешествие, на подачу американской визы, соответственно, и возвращение домой, после положительного или отрицательного результата мы уже будем принимать решение, что мы будем продолжать и делать дальше. Соответственно, если все будет удачно, то мы, возможно, приедем, либо оставим эту машину, либо ее продадим и полетим в США. Если мы не получим визу, то будем рассматривать другие варианты, поехать путешествовать. Ну, и надеяться на то, что YouTube начнет платить. Поэтому, возможно, что в ближайшее время я перестану выпускать видео через день, буду выпускать видео чуть с запасом, с опозданием, может быть, раз в неделю, может, два раза в неделю. Сейчас, кстати, я выпустил уже несколько своих видео, которые давно были не выпущены. Я просто решил, ну, почему бы не выпустить? Уже какая разница на самом деле? Потому что сейчас, как я уже сказал, YouTube просел, даже последний платеж за прошлое месяц я так и не получил. В связи с тем, что есть санкции, хоть я и нахожусь в Беларуси, но Беларусь тоже попала под санкции. И некоторые банки, хоть мой банк вроде заявляет, что он не санкционный, но деньги не пришли. Поэтому еще буду разбираться. Ну, а сейчас и просмотры падают, и все падает. Возможно, в ближайшее время я выпущу пару больших фильмов, посвященных моим походам. Оказалось, они, кстати, людям нравятся. Я анализировал сейчас мои вдачные видео. посвященный походом по Карибскому морю, вот как я шел с Доминиканой на Кубу, как я шел с Богом на Доминикану. Будет одно большое видео где-то на 40-50 минут, где буду рассказывать историю, ну и экспериментировать. Так что, спасибо за просмотр, но мы продолжаем. А да, друзья, совсем забыл. У нас есть возможность с вами провести авторский тур. На 15 мая у меня сейчас авторский тур, я немного не успеваю, поэтому, скорее всего, я его смещу на конец мая. Поэтому, если кому интересно, авторский тур на яхте, он все же будет состояться в Турции по Средиземному морю, где вы сможете научиться управлять яхтой, получить какие-то базовые знания, побывать и прочувствовать, как это. Поэтому, если кому интересно, то авторские туры про яхтинг пишите мне в личку. Также я планирую еще двинуть, пока я буду и строить дом, пока будут там оформляться какие-то документы, на Кипр, где тоже, возможно, у нас будет с вами авторский тур. Поэтому мне теперь интересно от вас обратной связи, чтобы вы написали, кто бы готов поехать, интересно, неинтересно. В общем, жду от вас обратной связи. Вот и все, друзья. Мы уже дома, в гараже. Тяжелая была дорога, но не с той точки зрения, что тяжела она была, а с той, что бесполезно. для кого-то мы что-то и полезное сделали, для моих друзей, для Лили. Но с точки зрения того, что мы не взяли дом на колесах, точнее база, это, конечно, плохо. В общем, сейчас разбираю этот весь хлам, мультик гаражик, пусть греется. Классная аппаратика. Ну, и на этом конец. Всем пока, кто слушал, тот и молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok